Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Гомеле покупатель наркотика пошел на крайность, когда его задерживала милиция. Уничтожая улики, он проглотил пакетик с психотропом. А дело было так. Оплатив товар в интернет-магазине и получив адрес закладки, двое покупателей отыскали товар в тайнике по улице Сосновой в Гомеле. Но тут появились сотрудники наркоконтроля и задержали покупателей с поличным. У 37-летней гомельчанки в ходе личного обыска был обнаружен полимерный пакет с кристаллическим веществом. Заминка вышла с 36-летним мужчиной, работающим санитаром медицинской выездной бригады. При нем наркотика не оказалось. Тогда оперативники решили исследовать его желудок. Во время проведения эндоскопии в Гомельской областной клинической больнице пакет с психотропом был обнаружен в желудке и успешно извлечен. Экспертиза показала, что изъятые кристаллы являются особо опасным психотропным веществом альфа-ПВП общим весом около 0,4 грамма. Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. В Реческом районе на пожаре спасено 5 человек. Люди покинули квартиру через балкон по лестнице. В 20.38 по телефону 101 поступило сообщение о пожаре в агрогородке Леваширического района. Когда спасатели прибыли на место происшествия, 56-летняя хозяйка, горевшая на первом этаже квартиры вместе с дочерью, покинули помещение самостоятельно. Внутри помещения и на лестничной площадке было сильное задымление. По прибытию подразделения МЧС было установлено, что в квартире происходит сильное задымление. Спасателями незамедлительно была проведена разведка, в ходе которой по трехколяной лестнице из вышележащих этажей были эвакуированы пятеро человек. Из них двое мужчин, две женщины и ребенок 2017 года рождения. В результате пожара повреждена мебель в кухне, закопченной стены в квартире. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Реческий район попал и в сводки госавтоинспекции. К сожалению, здесь не обошлось без человеческих жертв. На автодороге М10 граница Российской Федерации Гомель-Кобрин, вблизи деревни Красноземья, машиной был сбит пешеход. Водитель двигался со стороны Калинковича в направлении Гомеля. Примерно в 22.45 45-летний водитель, двигаясь на автомобиле Hyundai, совершил наезд на женщину-пешехода, которая находилась на проезжей части дороги в крайней правой полосе. При этом в темное время суток светоотражающими элементами обозначено не было. В результате наезда женщина скончалась на месте. По данному факту проводится проверка. Госавтоинспекция еще раз напоминает всем участникам дорожного движения. При обнаружении пешехода, лежащего на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, либо идущего без световозвращающих элементов в темное время суток по дороге, сообщите об этом милицию по телефону 102. Еще одна информация. Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области разыскивает директора частной фирмы Сергея Сакиркина. Мужчина подозревается в совершении преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 40-летнего гомельчанина послужили результаты налоговой проверки его частной фирмы. Правоохранители не исключают появление подозреваемого в поселке Чонки Гомельского района. Гражданам, которым известно местонахождение Сергея Геннадьевича Сакиркина, просьба сообщить по телефонам Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области по телефонам, указанным на ваших экранах. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.